привет всем меня зовут ольга и вот мне такие посылочки пришли это три посылки шли они у меня больше 100 дней из aliexpress я хотела попробовать праймер так как он также как и дегидратор является основой для нанесения гель-лаков базы топов и всего для ногтей в общем я посмотрела видео не помню какого блогера и мне захотелось праймер праймер правда я взяла сама на свой вкус я решила попробовать праймер от и беде и хочу еще заказать дегидратор точно такой же фирмы праймер бондар на кого я сейчас указываю он вам или или angel называется и точно такой же коробочка вот это просто праймер написано в общем у продавца указано не было то что они одинаковые ну вот как видите пришли одинаковые коробочки такое ощущение что это одно и то же давайте сейчас посмотрим я принципе читала мне было интересно для чего вообще праймер используется и все такое давайте начнем вот с этого и беде этот праймер бондар 14 миллилитров но принципе упаковка заполнена полностью он такой похож на масло без запаха вообще производитель скорее всего пишет нам о том что это бескислотный праймер для использования в ультрафиолетовой лампе то есть его нужно нанести тонким слоем и просушить в лампе одну минуту я просушила его две минуты у меня уф-лампа обычная совершенно я ее поставил на две минуты он все равно еще оставил такой база липкий слой не совсем липкий но такой слой маслянистый оставил на ногте я соответственно него нанесла базу вот такого плана просушила ее в два раза то есть если я сушу базу две минуты то здесь я просушила ее четыре минуты в лампе и затем я так как хотела просто прозрачные ногти я нанесла то тоже посушила его в два раза больше четыре минуты вот так они блестят я посмотрю не знаю будет скола или нет потому что в принципе как продавец говорит о том что это двухсторонний скотч который очень хорошо держит с базы с гель-лаком с обычным лаком сам ноготь и соответственно искусственные вот эти вот материалы дальше я хотела показать я также его наносила это праймер бондар 15 миллилитров и вот этот вот сразу вместе тогда я покажу тоже 15 миллилитров соответственно пузырьки совершенно разные и мне кажется и миллилитры вовсе не 15 здесь на коробочке написано 15 на самом пузырьке 14 вот так он выглядит довольно-таки солидно я бы сказала и с обратной стороны нам производитель заявляет о том что нужно быть осторожным что это метакриловая кислота которая очень вредна для попадания в глаз что нужно промывать 15-15 минут водой также нельзя употреблять в пищу держать в недоступном месте от детей и многое другое по безопасности по применению здесь ничего не написано так что наносите как хотите и все такое тому подобное вот этот пузырек большой я ставлю сам пузырек и вы сравните вот с этим пузырьком который идет другой коробочке это праймер бондар вот так он выглядит с обратной стороны также описание о применении что нужно сначала снять пыль это дегитратором он является токсичным нанести его нужно тонким слоем на ноготь можно в два раза но не говорится о том что нужно лампу но я так поняла что когда я нанесла вот этих два на ногти они не исчезают то есть они не как дегидратор взяли впитались по аж баланс там немножко поменяли влагу впитали и исчезли из ногти растворились то вот эти такое ощущение что действительно нужно сушить в лампе это материалы бондары и вообще праймеры используются для того чтобы с цепкость с искусственным материалом и натуральным ногтем они идут как второй или даже третьей фазой первая фаза это обезжиривание вот еще идет дегидратор и затем идет уже праймер на праймер наносится база на базу наносится гель-лак на гель-лак наносится топ это как я поняла есть кислотный и бескислотный а первая и биди это бескислотный праймер его можно использовать также как на акрилы и на гели но большинство говорят о том что бескислотный праймер идет гелю гелью к обычному лаку кислотные праймеры они имеют запах бескислотный не имеет запаха вот я недавно смотрела видео девушка говорит о том что этот запах имеет я наносила запаха вообще никакого нет то есть нейтральный запах вот эти два праймера они пахнут одинаково наподобие снятия лака такие вот с ацетоном гетки запах ну в принципе вынести можно кисточки консистенцию саму и кисти кисть очень удобная очень тонкая и длинная жидкая запах разносится мгновенно как только открыли колпачок вы видите что она наподобие водички очень жидкая ну на говорю напоминает для снятия лака обычной ацетоновой препараты вот и это аналогично единственное что кисточка у нее пошире вот такая вот и жидкость такая же жидкая и не маслянистая это совершенно вообще мне кажется другой препарат принесу поближе он похож на масло для кутикулы и я уже подумала что действительно верно какое-то масло но посмотрев и прочитав с обратной стороны я убедилась в том что он такой консистенции такой немножко густоватый как масло его нужно просушивать в уэф-лампе одну минуту рекомендуют но я говорю я просушила две то есть наносить его нужно тонким слоем если вдруг у вас на кисточке остается вот видите какой там водичка какая если на кисточке остается то вы можете промокнуть чтобы на кисточке меньше осталось этого средства и соответственно носить у всех из этих производителей написано большая просьба о том чтобы не наносить около путикулы для того чтобы не попадала на кожу потому что вызывает раздражение кислотные праймеры используются для акрила в общем а бескислотные для геля я попробую их все три штучки мне в принципе пока непонятно я не знаю в чем разница ну вот сейчас я оставила специально три ногти на каждого из ногтя я нанесу аппарат этот препарат и посмотрим как она накладывается так и я наношу тонким слоем и стараюсь не наносить около кутикулы чтобы не затекала но и беди он не растекается по ногтю и остается там где я его положила единственное вы видите что он такими проплешными какими-то ложится на второй ноготь я нанесу праймер бон также только уже видимо кислотный потому что он имеет запах я наношу его на ноготь сразу чувствуется такой холодок и сразу же уже нанесу на третий палец праймер побольше пузырька вот я его наношу и в принципе кисть такая не влажная а он впитывается вот три средства которые выглядят совершенно по-разному здесь даже есть небольшой блеск но незаметно я просушила их две минуты и сейчас наношу базу просушила две минуты не буду сушить эти три ногти в двойном размере и наношу топ также сушу две минуты и так вот я все покрыла ноготки я еще не обтирала их но они так как без остаточной липкости поэтому их в принципе не нужно ничего с ними делать ну смотрите сами решайте сами я захотела чтобы у меня гель-лак держался подольше на ногтевой пластине и поэтому вот решила протестировать очень долго ждала я ждала их 100 дней 100 с копейками и наконец-то они мне пришли ну этот его стоит так что можно подождать и удовольствоваться потом результатом все всем спасибо за внимание если вам понравилось видео ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и всем пока пока